Евгения Владимировна Цирлина расскажет о наблюдении по поводу семейного... ...касается также ребенка, у которого был МЭН-синдром. И надо сказать, напоминаю уже все то, что говорилось сегодня в других сообщениях, что медулярные опухоли, которые сочетаются с нейреномами слизистых и относятся не к типу 2А, а к типу 2Б, они отличаются часто гораздо более агрессивным течением. К счастью, больной, которого продемонстрировала Замира Ахмедовна, исключение из этого правила. А вот ребенок, которого мы представляем здесь, судьба его несколько иная. Эта девочка была прислана в институт из Петрозаводска, где она обратилась в клинику по поводу образования в щитовидной железе. Там была сделана операция и гистологически поставлен медулярный рак щитовидной железы. И так как у больной быстро началось прогрессирование, то ее прислали сюда, и здесь она была обследована. Выявлен высокий кальцитонин в сыворотке, был положителен мутация в рет-протеонкогене. И вот эта девочка, так же как тот юноша, которого показывала Замира Ахмедовна, она отличалась вот такими нейреномами по краю языка, на веках и на руках, и имела совершенно типичную морфаноподобную внешность. У нас это УЗИ с метастазами, которые были обнаружены у нее на шее. С правой стороны была удалена щитовидная железа, слева она была оставлена. И при обследовании здесь выявлены метастазы в лимфатических узлах и в левой половине шеи. В августе проведена экстерпация левой доли щитовидной железы с левосторонней футлярно-фасциальной лимфодиссекцией. И очень быстро у нее развивается рецидив и снова поражаются лимфатические узлы. Гистологическое заключение, которое здесь представлено, говорит о том, что это был медулярный рак, поражение лимфатических узлов с определенными иммуногистохимическими характеристиками, которые типичны для медулярного рака. И затем, когда обследуют девочку вскоре после операции, ее оперируют в августе, а обследуют в сентябре, у нее уже снова имеются изменения в лимфатических узлах. Девочка предложена ей отправиться в Москву для дальнейшего лечения. К сожалению, родители девочки, а у нее только была мама, неродной отец, сама она была похожа на своего родного отца, который также характеризовался вот этими нейреномами, родители не привезли больше ребенка сюда, не повезли его для отправки в Москву, и все наши попытки связаться с семьей и узнать, жива ли эта девочка, или прогрессирование было таким активным, они не привели к успеху. Почему нам казалось очень важным продемонстрировать этого ребенка? Вот если мы вспомним ее внешность, так же, как внешность юноши, которого показывала Замира Акмедовна, они имели очень яркие вот эти вот фенотипические проявления, в виде нейреном, в виде морфоноподобной внешности и прочее. Девочка живет с детства и имеет вот эти вот нейреномы, и никто не обращает на них внимания. В то время, как исследование, известно, что это очень частое сочетание с медулярной карциномой, я не говорю уже о всех прочих, о феокромоцитоме, которая может там же присутствовать, и об обухоле паращитовидных желез, но это может быть медулярная карцинома. Значит, исследование ретонкогена у этих детей, и ранние какие-то шаги по профилактике у этих детей, должны иметь очень, так сказать, серьезный должен быть настрой в этом отношении. Вот в Американской ассоциации тереодологов рекомендуется проводить, и говорил об этом сегодня Евгений Наумович, профилактическое удаление щитовидной железы. Причем очень важен вопрос, когда удалять эту железу. Определяется это так же, как и показал Евгений Наумович, тем, в каком кодоне в ретонкогена происходит эта мутация. Где-то это должно быть на первом году, где-то в 5 лет, где-то в 10-15. И вот эта профилактическая ампутация, она все-таки дает возможность жить таким пациентам. Вот в одной из работ показаны дети, у которых имелась эта мутация. Ой, черт побери. Те, кто был прооперирован в правильном, скажем, возрасте, верхняя линия, жили, ну, по крайней мере, в течение 16 лет, которые их наблюдали без проблем. И наоборот, там, где эта тиреоидоктомия была произведена с запозданием, оказались большими проблемами со стороны щитовидной железы. Еще раз хочу сказать, должно быть внимание к тем небольшим симптомам, хотя, возможно, вот эти нереномы небольшим симптомом не назовешь, для того, чтобы как можно раньше предпринимать шаги в отношении лечения этих детей. И хочу еще напоследок сказать, что медулярные опухоли именно в МЕН-2Б синдроме, они имеют наиболее злокачественное течение по сравнению с 2А. Благодарю. Спасибо большое. У нас есть время для одного или полутора коротких вопросов. Евгения Владимировна, что-то руки никто не поднимает. Скажите, пожалуйста, а чем доказывалось, что это семейный случай? Я не совсем помню. Отец имел такую же близкую внешность. Но мама не хотела помнить об этом отце. Ну, понятно. И надо сказать, что мать обследовала здесь себя и обследовала двух своих детей, рожденных уже в другом браке. И там ничего не было. Там ничего не было. И мне кажется, что судьба девочки была плачевна. Ну, на такой печальной ноте не будем заканчивать. Но да. Спасибо вам большое. Спасибо.